Всем привет! Продолжаю рассказ о квадрокоптере Lishitois L6052. Напомню, что купить его можно на сайте GeoBest. Стоит он со скидкой $33.99. Для того, чтобы получить скидку, надо ввести купон. Купон будет в описании, поэтому сможете им воспользоваться. Первый тестовый полет был в ограниченном пространстве, в квартире. Цель была проверить, насколько он управляемый. Возможно ли в небольшом помещении поднять его в воздух и какое-то время висеть. Возможно, чуть-чуть полетать. Хотелось бы отметить, что эти защиты лопастей очень помогают. Если вдруг у вас квадрокоптер в какую-то сторону снесет и заденет часть интерьера, то есть вероятность, что вы его удержите и он не упадет. Вот эта вот, если у вас... А вот, если у тебя нет, я хочу производить ее от этой части. Если у вас два часа же, я должен был такой прямыш. Нехаживаю ее от этой части. Нехаживаю ее от этой части. Значит, что у меня есть, я не могу не торопиться, А вот этоד-д赤, энергетка. Я все делаю с тем, как это делается, и у наслаждается. У наслаждение, не много района, Второй тестовый полет я проводил уже на улице. Можно сказать, что управление хорошее, но при условии, что вы выставляете высокие расходы, то есть нажимаете на кнопку HIGH. При низких расходах он становится более мягким и управление немножко ухудшается, как мне показалось. Также была цель проверить, насколько хорошо он делает автоматические флипы и не теряет ли ориентацию в пространстве. Вполне неплохо себя ведет, но на высоких расходах, на низких расходах не очень хорошо. Вот клик практически мгновенный. Единственная высота, и вот приходится постоянно корректировать, то есть какое-то положение, чтобы он висел, сложно найти. Но это может быть связано с аккумулятором. Вот ветерок дует, в принципе. Переворот делает и не падает. Вполне себе неплохое управление. Вполне себе неплохое управление. И есть у него, конечно, проблемку с поворотными флорами по курсу. То есть дойстик достаточно жесткий. И поворачивая, вы можете случайно либо уменьшать, либо увеличивать газ. Но если приноровиться, то что-то вполне себе неплохой подрабатывается. Также на пульте управления есть две крестовинки. Значит, вот правая крестовинка и кнопочки на ней отвечают за возможность стримирования. Вторая крестовина у нас две кнопки, отвечающие за включение камеры. То есть возможность видеосъемки и возможность делать фотографии. Мой квадрокоптер шел в стандартной комплектации, то есть без камеры. Кстати, камеру я посмотрел, на сайте можно приобрести. Ссылка тоже будет в описании. Стоит она всего 13 долларов и устанавливается очень просто. Есть разъем, то есть вы просто крепите камеру и подключаете разъем. Также есть кнопочка посередине. Она отвечает за включение функции Headless Mode. Для чего она нужна? То есть, если у вас квадрокоптер улетел далеко и вы не видите, какой стороной он к вам повернут, передом или задом, то нажав на эту кнопку, включается режим Headless Mode. И нажимая на правый стик, на себя квадрокоптер, независимо от своего положения в пространстве, будет лететь к вам. Это, наверное, все, что я хотел рассказать об этом квадрокоптере. Я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на канал, задавайте вопросы, вступайте в группу ВКонтакте. Увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok